Всем здорово, пацаны! Ну что, понравился вам такой формат, когда я сижу и обсуждаю различных мошенников, кидал... Ну и вообще всю эту движуху, которая происходит в интернете по нашей тематике. Сейчас в рынке сталкивает спор очень много наебалов. Пальмы, девушки! Голубые экспрессы! Женю! Синее море, белый пароход! Шура, я женю! Малопоношенный смокинг! Сегодня будет продолжение, и, естественно, покажу вам, какая пошла реакция. Появился студент, которого, оказывается, команда Дината Гумерова. Кинуло более 4 тысяч долларов. Поэтому немножечко терпения, следите за новостями, и скоро выйдет долгожданное видео. Продолжим! Хочу начать вообще с Михаила Лазутина. Хотя дайте мне еще пару минут. Ну, который основатель проекта «Лев против». Эта вся поебень называется «Лев против». Причем можно было бы подумать, что чувака зовут Лев, нихуя, его зовут Михаил. У Миши окончательно поехал колпак, потому что он начинает нести полную дичь в интернете, причем в нашу сторону. Про вот этого персонажа, где я вам покажу, сколько Николаю платило бинго-бум преступники за рекламу организации. У Мишки просмотры упали уже окончательно, 2 миллиона подписчиков практически на канале, а просмотров чуть больше 100 тысяч на ролик. Но я сегодня буду отвечать за свое, поэтому расскажу вам несколько интересных вещей. Вы готовы, дети? Да, капитан! Первое. Ну, вы, наверное, уже видели в моем инстаграм, то, что Михаил Лазутин сделал вброс. Вообще дешевый вброс, от которого у меня мозг застопорился, потому что зачем это делать ему? Пацану, который тащит за правду, за справедливость, падать так низко. Он сказал, что сегодня вечером опубликует эксклюзивный материал. Доказательство того, что Николай Соболев продал бандитам из бинго-бум рекламу у себя на канале за миллион двести. В котором я показываю эксклюзивные материалы, как преступники заплатили Соболеву миллион двести тысяч рублей. На, серьезно? Ты не верил? Ну, и мне ребята начинают скидывать. Пишут, Андрюха, там твой голос, кто-то выложил аудиозапись тайную, секретную, эксклюзивную. Думаю, что, блядь, за бинго-бум? Мы Соболеву об этом вообще речи не вели. Смотрю, а он что сделал? Он наложил эквалайзер, тер изображение. Ну, эквалайзер, это когда вот голос, да, вот так прыгает. И вставил фрагмент из видео, где мы говорили об обычных рекламных интеграциях. Сколько Коля получает. И Миша выложил это, как будто это, блядь. Он берет за рекламу бинго-бума миллион двести. Представляете, какой интригант. Николай Соболев берет и рекламирует преступников, потому что ему дают за это огромные деньги. А какие деньги, вы сейчас услышите сами. Которым я плачу определенный процент со своей прибыли. Но это в агентство выходит, как бы 30% я плачу. Ну и так, короче, с одной интеграцией у тебя где-то двушечка выходит, да? Ну не, не двушечка, там лям-двести где-то. И как вы думаете, откуда эта эксклюзивная аудиозапись? Не поверите, пацаны. Это просто вырезанный фрагмент вот с этого момента. Ну и так, короче, с одной интеграцией у тебя где-то двушечка выходит, да? Ну не, не двушечка, там лям-двести где-то. Я просто не представляю, что у него в башке, блядь, происходит. А сам предлагает своим зрителям инвестировать деньги в безрисковую финансовую организацию и каждый день получать процент. Друзья, если вы хотите легально и безрисков инвестировать деньги и получать каждый день проценты прибыли, Dream Company. Это сколько нужно выжрать водяры, чтобы просто додуматься и выложить деньги, по совету Михаила Лазутина, в безрисковую финансовую организацию и каждый день получать проценты. Сегодня это одна из самых выгодных площадок для инвестирования в Россию. Прям чувствую, чувствую, что здесь пахнет деньгами. Я бы даже больше сказал, это насколько Михаилу Лазутину нужно быть в трезвом уме и трезвой памяти, чтобы согласиться вот эту хуйню рекламировать. А недавно он пришел на шоу к дневнику Хача. Человек, который против мата в Ютубе, его зовут Лев Против, конкретно топил за то, что не хочет видеть мат в Ютубе в интернете. Вы смотрели канал Лев Против? Я тебя смотрю, блядь, я сомс касался. Неверное дело делайте, пацаны. Спасибо, блядь, прям вот красавцы. Вот, блядь, прям вот красавцы. Так если ты такой борец с матом, борец с алкоголем, что ты не затираешь бутылки, названия этих всех алкогольных марок, не запикиваешь мат? Потому что ты хайпажер дешевый. Все, можете быть вновлены. Вот, ебать, сука, провокатор. Матом не ругайте. Если посчитать количество мата во всех его роликах, он займет топ номер один русскоязычных Ютуб каналов по количеству мата. Ты все, сука, ты не осознаешь даже еще? Да мои права. Какие права, дебилой, сука? Мое имущество, блядь. Ты брат? Отпусти меня. Че ты не одержишь? Смотри, не ругайся. Ой, блядь. Я рот ебал этот низкий уровень пародии. Он просто решил записать новый ролик и показать, как мы с Варлушева разливаем вискарь у Соболева дома. В обход закона Российской Федерации, который запрещает, чтобы реклама алкоголя обращалась к несовершеннолетним. Как можно говорить на других, что это реклама алкоголя и показывать фрагмент, где мы развернули бутылку другой стороной от этикетки к экрану? На ютубе огромное количество детей и молодежи смотрят их. А на своем канале он даже не удосужился сделать то же самое, что сделали мы. Просто спрятать этикетку и не показывать ее на камеру. Да где больше рекламы? У нас или у него? Снимаю запои на дому. Слава богу. Сто процентная гарантия, прокомов пока не было. Через не хочу к выздоровлению. Давай, 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 давай. Снимаю. Снято. И что вообще Лазутин может знать о законах Российской Федерации, если на его ютуб канале Лев Против мы можем найти как самоуправство, как хулиганство с его стороны и стороны его компании. Даже грабеж можем найти. Грабеж, для тех, кто не знает, это открытое хищение чужого имущества выражается в похищении имущества, совершенном без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья. А зачем вторая бутылка? Она же закрыта. А у вас порой грабеж происходит еще и группы лиц. Лазутин прямым текстом говорил, нужно создавать какие-то ситуации, чтобы был контент. Нет, конечно, у него много ситуаций есть, совершенных по закону, да, когда человек говорит, это алкоголь не мой, он забирает, его выливает. Базара нет. Пусть хоть один раз он сходит к ЗАГСу в выходные дни, там, или в пятницу, когда свадьбы проводятся. Там люди разливают шампанское, выходят. Рядом дети стоят, все довольны, ну вот бери у них алкоголь, выли его. А если они будут сопротивляться, пиздань их баллончиком. Че, нормально, ты ж умеешь так, пальцы им поломай, если они бутылку отпускать не будут. Или вообще толкни его на бордюр, блядь, головой или ребром, чтобы он его сломал. И скажи, не надо, пить вредно. Да и ничего, пройдет, вставай. Как это делает один из твоих там подопечных. Девушка идет с бутылкой, которая спрятана. Я прошу вас не рассправить, утилизируй утенку, пожалуйста. Она говорит, ну а разве так вот нельзя пить, то есть культурно с ним общается. И подходит просто будущий мужчина и говорит, ребята, не приставайте к девушке. И пытается вот так вот ее огородить от них, потому что хер знает, кто это подошел, что это за провокаторы, непонятно. Я надеюсь, что это алкоголь. На что начинает его толкать. Только-только он рукой касается вот этого львенка младшего, он начинает сразу реагировать, его толкать. Потом, когда он уже полностью ее загородил, просто от ребят, не трогая их, чуть-чуть касаясь их вот этой стороной. И они пьяного мужика, который не может за себя постоять, просто толкают ребром об бордюр. Это нормально. И начинает с ним Юлий типа, да ладно, все пройдет, у тебя вставай, заживет. Ну а что, вы подойдите так же к алкоголикам и скажите, да ладно, ты бутылочку пива выпей, ничего страшного, пройдет, заживет. Но что-то в этом случае они так не делают. Вам, вам плохо, согласен. Вам на алкоголе плохо. Нам плохо. Вызовите скорую. И полицию почему-то в этом случае не вызывают, потому что суд, что полиция просто возьмет побои с этого парня и знает, что будет уголовное дело. И еще при этом человек старается говорить что-то о Боге, о какой-то духовной нравственности, воспитании. Слышь, псина, куда ты идешь? Духовное воспитание подразумевает себе добро к людям. Ты даже не улыбаешься в своих роликах, ты негативный. Находишься под стрессом под каким-то постоянно, орешь на людей, набрасываешься на них. И ломаешь им там пальцы, когда вытаскиваешь бутылки, брызгаешь, блядь, газовым баллончиком. Почему бы не сказать больному человеку, который не может за себя постоять, который уже сломлен этим алкоголем, сказать, брат, почему ты пьешь? Что с тобой случилось? Давай мы поможем встать тебе на ноги. Нет, блядь, надо сломать ему пальцы, отнять бутылку, вылить, чуть-чуть толкануть. А если он тебя коснется, ее уебать, да? Иногда. Посильнее по лицу. Брррр. Духовное воспитание Михаила Лазутина. На самом деле, в алкоголизме виноват не алкоголь, а чрезмерное его употребление. То же самое злоупотребление спортом. Ну, к примеру, я знаю много спортсменов, которые сломали свою жизнь еще раньше, чем алкоголики. Ну, это, мне кажется, каждый из нас знает. Также и чрезмерное злоупотребление вождением автомобиля, например. Когда мы нарушаем правила, пытаемся куда-то гнаться по 200 км в час, врезаемся в стоп и все, до свидания. Любое чрезмерное употребление занятия чем-либо, ну, естественно, кроме наркотиков, это вообще неприемлемо, поэтому они полностью запрещены, ведет к каким-то бедам, к каким-то трагедиям. Также и ставки. Я делаю ставки, моя Маша делает ставки. Мы не ходим в ломбард, мы ничего не закладываем. Мой отец играет в спорт лото, ни разу ничего не заложил, не взял ни у кого в долг и не попал в какую-то жопу из-за этого, из-за этих азартных игр. Потому что он знает грань. Здравые люди, кто трезво мыслит, меня понимают. Я обязуюсь отдать деньги до утра завтрашнего дня, в случае, если моя ставка зайдет. Также и блогеры, тот же Дудь. Компания Теннесси, которая делает так, чтобы нам было не только футбольно, но и весело. Рекламирует Теннесси у себя в Инстаграм, делает это грамотно, качественно и создает крутой контент. Красава Жека Савин. Тоже так же рекламирует Теннесси и создает офигенные выпуски про футбол. Всем привет, это Красава и я продолжаю раскачивать русский футбик. Зачем ему что-то предъявлять? Он делает это круто. Картавый футбол. Никита Ковальчук. С 1xBeta, который многие не любят, забирает бюджеты. Из Тинькова, кстати. Бюджеты рекламные и создает футбольную команду. Тренирует ребят. Вкладывается как-то в развитие спорта. Чего там плохого? Ничего. И за это люди ему вообще не предъявляют за рекламу. А наоборот, респектуют. Даже могу привести пример музыканта. Диджей Смэш. Смэш придумал гимн Федерации Регби России. В партнерстве с Лигой Ставок, да, то есть, видимо, она там как-то финансово это все дело обеспечила. То есть вообще странно, почему рэкбид только сейчас начинает развиваться так. Потому что рэкбид это вид спорта, который должен быть в нашей стране и должен быть в топе. Причем диджей Смэш вместе с Егором Кридом иногда любит поиграть в казино. Я вообще человек казах. Но я ни разу в жизни не приходил в казино с желанием выиграть деньги. Нравится играть. Я никогда, я даже если я выигрываю, я пока все не проиграю, я не ухожу. У меня было несколько раз ничего, что не надо жить. Я выиграю, выиграю, выиграю. Я забираю эти фишки. Я приезжаю снова в этот город. Я иду в этот казино, играю, пока не проиграю. Я никогда не обменю на ней, не обратно. Просто я считаю, что я заплатил за то, чтобы провести время, классно. Меня формируют, со мной играют, меня развлекают. Мне так кажется, что идти в казино ради прибыли. Теряешь, это самое главное мухмана. От этого провождения времени ты будешь не за чем переживать. Почему же Смэш и Егор Крид не проигрывают все свое состояние? Кстати, они еще и выпивают. Да ну нахуй! Почему они не становятся алкоголиками? Почему они просто не уничтожают все, что создали годами? Потому что они здраво мыслят. Не как Лазутин. Ну реально же так, ребят. Ну согласитесь, посмотрите на просмотры всех этих людей, которых я назвал. Посмотрите на то, что они создают и вообще, какой респект им выражают их зрители. Люди здраво относятся ко всем вот этим моментам. А Михаил Лазутин, видимо, уже совсем окончательно тронулся. И не дай бог, скоро он поедет в Милан, найдет там картину Леонардо да Винчи «Тайные вечеры», где Иисус и 12 апостолов пьют вино за столом. И начнет замазывать это все. И говорит, нельзя, дети увидят. Ну это же маразм, ребят. Ну серьезно. Я разве что-то неправильно говорю? Ну и наконец-таки мы сейчас перейдем к главной теме сегодняшнего разговора. Это суперкапер Динат Гумеров и его профессиональная команда аналитиков. Выйдет долгожданное обещанное видео про ставки на спорт, где я впервые раскрою все карты, объясню, как устроен рынок ставок на спорт. На самом деле объясню все мошеннические схемы, благодаря которым сейчас мошенники зарабатывают деньги. В то голубенькое время Саша еще не занимался коммерческим грабежом. И наконец творческая зрелость. Вот они, первые крупные делишки моего подзащитного. Смех смехом, но после выпуска ко мне обратился парень, которого кинул Динат Гумеров, оказывается, пару месяцев назад, где-то в сентябре. Привет, Андрей, всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Ялкунжан, мне 20 лет, я являюсь гражданином Казахстана, но на данный момент обучаюсь в Штатах. Вкратце я хочу рассказать, как за 4 месяца работы с проектом Making Cash я умудрился потерять более 4 тысяч долларов. Вот первая сумма перевода 750 долларов. У меня, получается, лимит стоял, поэтому там несколько транзакций было. Идем дальше. Страница делала с 89 по 121. Вот второй перевод 746, 746 долларов, извиняюсь. Вот еще 700 долларов. На следующий день 150 долларов перевел, там с копейками. И еще 25 долларов перевел. В общем, всю сумму я перевел Кристине из Making Cash. Making Cash, несколько телеграм-каналов. И в каждом телеграм-канале, естественно, у Динато работает какой-то псевдокапер, который, кстати, недавно, после выпуска того предыдущего, назвал меня недокапером. Ой, тут не подписчик сейчас скидывает видео. Там Алистаров недокапер снял про нас разоблачение. Что вы несете? Какой недокапер? Я вообще не капер. То есть, понимаете, он назвал меня недокапером, надеясь на то, что я скажу, блин, как плохо, что он не назвал меня капером. Я так мечтал. Да у меня вообще похуй совершенно. Я не капер. Я просто любитель ставок. И я подписчику говорю то, что это полная херня. Ты посмотри, как мы работаем. Подписчик мне говорит, да я знаю то, что эти все разоблачения, это полный смех. Я с вами ставлю полгода, и у вас все охуенно. Люди с нами зарабатывают бабки, а про нас снимают какие-то разоблачения. Без фактов, без вообще, без всего. И просто, просто пиар нам идет. Не знаю, ребят. Последние полгода, год я делаю ставки крайне редко, потому что я занимаюсь параллельно другими проектами. И плюс у меня есть моя команда профессионалов, которые делают ставки за меня. То есть я даю им деньги, они делают ставки, и все зарабатываем деньги. Нам не имел ли господин подзащитный внеслужебных дел с геокулесов с бухгалтером Берлагой? Самым главным является Динат. У него там опять телеграм-каналов. Первое – это мэкинг кэш футбол, второе – мэкинг кэш киберфутбол, третий – теннис и так далее. Вот этим главным капером мэкинг кэш футбол вот этого телеграм-канала является Алекс. Каждый раз, когда, допустим, Динат делает какой-то там розыгрыш, он переводит всех в свой телеграм-канал, оттуда он уже рекламирует эти свои пять телеграм-каналов по киберфутболу, по основному футболу и так далее. Он сказал то, что нужно на счету иметь 500 долларов, и нет, 700 долларов, нужно иметь на счету 700 долларов, его услуга будет стоить 2500 долларов, и за 4-5 дней он доведет вот эту сумму, 700 долларов, до 7000 долларов. Таких денег, конечно же, у меня не было, так как я являюсь студентом. Мне мама перевела 3000 долларов на то, чтобы я заплатил за учебу, но вместо этого я решился купить услугу вот этого Алекса по футболу, который за 10 дней работы с ним, он мне слил банк с 700 долларов до 100 долларов, после этого я ему уже начал писать, бро, там уже как-то опасно, там может ты мне сумму вернешь, деньги-то и так далее, он говорит, не бойся, сейчас все зарешаем. Я ему говорю, что будет в случае неудачи? Бро, ну ты здесь сам должен подумать, что здесь неудачи не может. Дальше я говорю, что будет в случае форс-мажора. Бро, смотри, ну форс-мажора по этой системе здесь не может быть никак, потому что тут идет правильное распределение банка. Это было 16 сентября, когда я с ним только начал работать, когда я ему перевел эту сумму. Сейчас 22 ноября, банк у меня ноль. Вчера я ему написал, бро, ты мне слил весь банк, можешь ли ты мне вернуть хотя бы половину суммы, потому что я являюсь студентом, и сейчас проблемы с деньгами. На что он мне ответил то, что он не возвращает деньги, он мне предупреждал, что здесь есть большие риски, так как это спорт. Но он меня нигде не предупреждал, то что не будет рисков. Он мне сказал даже, у меня есть аудио, есть скриншоты, где он сказал то, что форс-мажорная ситуация тоже быть не может. На данный момент он меня игнорит, он мне ничего не пишет. Да, я хочу подметить то, что у него бывают иногда плюсы, как говорится, и палка в раз в год стреляет. В общем, хочу сказать то, что они реально наебщики. Я вот убедился то, что даже такие люди могут спокойно наебывать и безнаказанными оставаться. Итак, господа присядные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Да, и как бы человек особо ничего сделать не может. Он там учится в Америке, этот живет тоже хер пойми, где туда-сюда мотается с охраной. Какого наказания он заслуживает? По факту ему это сделать тяжело. Ему придется сейчас бросать учебу, куда-то ехать, что-то решать. Поэтому только осветить здесь на Ютубе, а от вас, естественно, только поддержать и только распространить. Больше никак. Надо гасить их только так, чтобы вот эти школьники, ребят, видели, что действительно происходит. Я смеюсь с этих разоблачений, потому что люди с нами зарабатывают. Вы с вами это видите. Мне с этого смешно, серьезно. Я отвечаю, я не буду пиздеть. Хорошо, окей. Давайте еще фактов добавлю. Вот, смотрите, Димас из Батайска рекламирует БК-1 ВИН. Друзья, всем уже доброго вечера. У нас сегодня зашло абсолютно все. Живой прогноз, ВИП-экспресс и ПРО-экспресс залетели как по массу. Здравствуйте, Стас. Добрый день. Я один из администраторов проекта Один ВИН. Мы ищем людей, которые хотят рекламировать наш проект, желательно на постоянной основе. Каждому, кто согласится, мы выдаем уникальную ссылку и админ панель, где партнер сможет следить за прибылью. В данный момент своим партнерам мы предоставляем 70% Ревшар. Тревожишься, когда что-то не понимаю. Карты под стол, стволы на стол. Ревшар, это ты зарегистрировался по моей ссылке, проиграл, 70% упало мне на счет от твоего проигрыша. В принципе, я не виню тех людей, которые работают по этой партнерской программе. Потому что, когда я проиграю, какая хер разница, куда уйдет мой проигрыш. Ну, я проиграл. Все, до свидания. И, в принципе, если не весь проигрыш идет в конторе, а кому-то еще, ну и дай бог, и слава богу, что кто-то еще получит эти деньги и создал какой-то интересный контент. Но если этот мошенник забирает себе процент с проигрыша и ведет тебя к этому проигрышу еще из-за деньги, и все. И он уже в плюсе, несмотря на то, что раскрутит он тебе счет или не раскрутит. Этот замечательный тот шкараван достанет за того, кто быстро и безболезненно останется со своими деньгами. А теперь вот так вот. Вот так? Да. Ну, похож. Очень похож на этого. Не сразу себе выигрыша дать, а сначала ты должен будешь подряхлить на емке. А значит, лохотроним на веренном мне населении. Не, 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 ну что вы, что вы. Вот, вот, смотрите, у нас же все по-честному. Короче, он воспользовался услугой раскрутки счета, ему раскрутили счет. Сколько сегодня на лохотроне? А, так это разве же деньги? Это какие-то деньги, это же не деньги, это кровь, это же пот. Как вам 100 тысяч рублей такой пачки? Нормальный, спасибо. А я тебе верю, потому что глаза у тебя честные, честные, как у меня глаза. Ну, все. Друзья, если вы хотите легальный и без рисков инвестировать деньги, и потом, у нас не курят. В общем, что нужно знать? Если капер вам предоставляет информацию какую-то и говорит о том, что, чувак, я проделал определенную работу по анализу матча, вот статистика, вот я думаю, что ставка сыграет так, но я в этом не уверен. И берется вас за это деньги. Это не будет являться мошенничеством, потому что он продает вам, по сути, проделанную работу, определенную информацию. Мошенничество это забладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления довериями. Это, блядь, уже говорил неоднократно на канале, но хочу, чтобы у вас это прям отложилось в голове. То есть, это когда человек обещает тебе то, что не может сделать и берет за это деньги. В данном случае, если даже хотя бы один процент в год вам обещает капер, это уже пиздобол. Пишите в комментах, на какую тему нам с вами замутить еще подобный ролик, кого разъебать. Если есть доказуха на различных каперюк, мошенников или кто-то вас кинул, присылайте в директ мне в инстаграм все скрины, все доказательства, переписки. Если будет что-то действительно очень крутое, интересное, все это покажем, всех разъебем. Также ставим лайк и пишем какой-нибудь комментарий. Интересный, неинтересный, неважно. Главное, чтобы попробовать это видео распространить в ютюбе. В тренды мы с вами, наверное, хер попадем. Хотя, чем бог не шутит, может быть, и выстрелим когда-нибудь. Пацаны, самое главное, не забывайте про ответственную игру. Ответственно нужно относиться не только к игре, но, как мы сегодня с вами говорили, ко всем вещам в нашей жизни. Ответственность. Вот это залог любого успеха во всем. Всем счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова